Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Orange Rider. И под моим прошлым видео, где я делал сравнение подделки и оригинала, вы писали мне в комментах. Orange Rider, приведи пример. Научи нас, как отличать подделку от оригинала. И поэтому в этом видео у меня есть вот такие вот замечательнейшие перчатки 100% нового сезона. Поэтому на их примере я покажу и научу вас, как же отличить подделку от оригинала, потому что перчатки являются самым продаваемым товаром из велоэкипировки, но они чаще всего рвутся, изнашиваются и так далее. Поэтому, если вы готовы узнать, как отличить поддельные перчатки от оригинальных, то погнали! Вот, ребят, изначально ко мне эти перчатки пришли вот в таком вот сложенном месте виде. То есть они были вот здесь вот скреплены хомутиком небольшим резиновым, и здесь была такая вот небольшая картонная вешалочка с пластмассовой вот такой вот загибуленькой. Это тот главный признак, что эти перчатки ко мне приехали не с китайского подпольного завода, а напрямую с полки магазина. И, пожалуй, начнем мы как раз вот с этого вот небольшого ярлычка, где написано на 100%. Давайте возьмем с вами одну перчатку и рассмотрим ее поподробнее. Вот у нас здесь есть снизу ярлычок, здесь написано 100%. И самое главное, что этот ярлычок у нас прорезиненный, то есть это не какая-то там наклейка или же что-то еще, то есть это напечатанная на заводе штампом специальная надпись. То есть мы ее можем тактильно подробовать и почувствовать, что это резинка. То есть она тянется, она у нас покрашена, специальный цвет, то есть это видно, что делалось на заводе все. Дальше, когда мы поняли, что у нас здесь все по красоте, дальше мы можем смотреть уже внутреннюю сторону перчатки. То есть зачастую именно вот здесь вот на запястье у нас вся интересующая нас информация. То есть это у нас, вот здесь вот мы видим такой вот, опять же нанесенную на заводе штампом надпись, то есть это не наклейка, это не какая-то там нарисованная акриловыми красками надпись, нет, это опять же прорезиненная поверхность, которую мы можем ощутить пальцем и мы можем прочитать на ней всю нужную нам информацию. Начнем. То есть первое, это модель перчаток у нас iTrack, написано Made in Vietnam, то есть сделанного в Вьетнаме. Видим у нас размер перчатки, элька и материал, из которого сделана перчатка. То есть это у нас нейлон, это у нас полиэстер, это у нас PU, это спандекс и нейрофен. Да, в общем-то все нас интересующие материалы здесь написаны вот, то есть опять же трогаем тактильно обычная прорезиненная поверхность, которая была напечатана на заводе, а не на китайском станке. Дальше, когда мы разобрались вот с этой вот частью, мы можем переходить уже к ярлычку, который есть абсолютно на всех перчатках. То есть независимо китайский, то не китайский, на всех перчатках есть ярлычок. И самое главное, внимательно читать, что там написано. Начнем давайте. Здесь у нас написано, что 100% SpeedLab, то есть это видимо тот завод, на котором все это было сделано. Адрес, то есть 9630 San Diego, Калифорния и модель перчаток iTrack. И написано, что это Made in Vietnam на всех языках мира. И продублированы материалы. Дальше, у нас есть эта сторона ярлычка, а также есть оборотная сторона, где у нас написано, опять же, продублировано на всех языках мира, что это во Вьетнаме сделано, материалы и как стирать. То есть условия для стирки, условия для очистки. И дальше у нас под этим ярлычком основным есть маленький ярлычок. Здесь у нас продублировано номер и серия как раз вот партии, в которой было сделано перчатки. То есть это P.O. и 1633, то есть порядковый номер серии. Дальше смотрим на 0717, это видимо дата производства перчаток. То есть это 7 июля 2017 года. Вот, то есть этот ярлычок, он на заводе на китайском не приклеится. Он клеится только на заводах официальных 100%, где есть порядковый номер партии, который мы наверняка можем проверить на сайте у них. И как раз вот дата производства перчаток. Дальше, когда мы уже определились с тем, что у нас по, так скажем, документации все классненько, да, все нормально, мы можем смотреть уже на, в целом, на перчатки. То есть смотрим, да, здесь у нас есть такая вот надпись, написано 100%, опять же, прорезиненная. То есть для чего это сделано? Для того, что вот эти вот два пальца, они у нас лежат на тормозной ручке. И для удобства торможения, для лучшего сцепления с тормозной ручкой, у нас здесь находится прорезиненная поверхность, как на этих перчатках Fox. То есть видите, здесь кожа, 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 и такие две прорезиненные полосочки. То есть специально для лучшего сцепления с тормозной ручкой. Это у нас присутствует. Также смотрим на уязвимые места, то есть те места, которые чаще всего рвутся и подвергаются каким-то дефектам. То есть это у нас большой палец, где у нас есть стройная прострочка, то есть в том месте, где обычно рвется все это дело. И указательный палец из Денос тоже есть тройная прострочка для того, чтобы перчатки у вас не порвались в первый же день, а прослужили вам долго и надежно, там год-два, возможно и больше. Окей, мы убедились, что у нас есть прорезийная поверхность для тормозов, у нас есть тройная прострочка, и давайте посмотрим теперь на просто швы, то есть как у нас выглядят швы, они не должны быть какими-то порванными, разорванными с торчащими нитками, они у нас должны быть гладкими и шелковистыми, потому что все это у нас ручная прострочка на заводе, а не машинная, как у китайцев, то есть это у нас сшивали перчатки люди, поэтому тут все должно быть аккуратненько, внимательно рассматриваем все швы, проверяем, натягиваем перчатки и так далее, то есть проверяем, что они у нас выполнены из хороших материалов и с хорошей прострочкой. Дальше мы можем глянуть изнутри, как у нас прострочка выглядит, то есть у нас опять же не должно быть никаких торчащих здесь ниток, должны быть аккуратные швы с аккуратной прострочкой, все внимательно просматриваем, опять же, когда мы уже убедились, что у нас внутри, в принципе, все классно, то есть все швы у нас аккуратненькие и чистенькие. Мы можем просто в целом посмотреть на перчатки сверху и посмотреть, что у нас есть логотипчик 100%, который не отклеивается, там не отдирается, плотно очень прикреплен, видимо, прессом, либо штампом приклеен к верхней поверхности перчаток, то есть ткани легкой. И, в принципе, все материалы, они у нас тянутся хорошо на разрыв, то есть мы можем их вот так вот поделать, с ними ничего не должно происходить, нитки тоже не торчат нигде и так далее. То есть все эти признаки помогут вам отличить подделку от оригинала. То есть я могу с удовольствием сказать, что вот эти вот перчатки, которые я сейчас держу в руках, 100% они были произведены на заводе во Вьетнаме и являются полностью подлинными, то есть оригинальными, то есть это не подделка. Так что, ребят, если это видео было для вас полезным и вы наконец-таки узнали, как же отличить поддельные перчатки от оригинальных, то ставьте лайк, оставляйте свою подписку на канал внизу и кликайте на колокольчик, чтобы всегда видеть подобные новые ролики. Обучалки по доунхилу, вопросики по доунхилу и так далее. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на мой инстаграм, который будет вот здесь вот. Там всегда свежие фотки, видео, стримы и очень-очень много другого. Ну а с вами был Кексидор и Шайда, ребят. Если вы пойдете на рынок в ближайшие выходные, то не забудьте обратить внимание на те детали, которые мы с вами сегодня обсудили, прежде чем покупать какую-то вещь. Поэтому я желаю вам всем удачи, всем классного настроения и всем пока-пока!